Чтобы опуститься на дно океана всего за несколько секунд или поразить из лука злобного орка, понадобится всего лишь пара особенных очков. В Бельцах появилось новое развлечение для всех возрастов – клуб виртуальной реальности. Виртуальные игры пришлись по душе не только заядлым геймерам, но и просто любителям активного отдыха и желающим оригинально провести время. Я больше всего люблю динамичные игры, мне нравится что-то делать и двигаться. Я представляю себя на месте данного персонажа и мне это очень нравится. Тут ты можешь почувствовать, будто ты взял лук и в кого-то стрелять, а в компьютерной игре ты просто вводишь мышкой и не получаешь таких сильных эмоций, как тут. Чтобы открыть клуб виртуальной реальности, владелец вложил больше 100 тысяч шлеев. Для того, чтобы обмануть чувства человека, нужны качественные устройства. Внутри шлема есть два дисплея – разрешение 1900 на 1200 пикселей. То есть это лучший аналог шлемов на рынке вообще. Качество картинки потрясающее, погружение полнейшее. И стоит такой каждый комплект вместе с контроллерами их два и с такими датчиками тут и сзади оператора еще один. 20 тысяч лей. Кроме развлечений, виртуальная реальность может быть полезной в области образования, например, будущим врачам. Это ознакомительная игра для изучения биологии. Кровь и таким образом дальше будут объяснены про разных видов вирусов, лейкоциты, тромбоциты. В клубе больше 30 3D-игр на любой возраст. Дети выбирают в основном фрукт-ниндзя и гриборд. Все знают эти игры. И есть еще одна игра, актуальная на сегодняшний день, вирус поппер называется. Нужно мыть руки и защищаться от вирусов. Подростки сидим и как? Обороняемся от орков, драконов и так далее. Еще есть игра, называется Arizona Sunshine. Ходите вместе с другом и обороняетесь от толп зомби. С пистолетами, автоматами и так далее. То есть это динамичные игры, мне нравится, потому что молодые. Взрослые играют почти в такие же игры, но есть еще за исключением, например, подводный мир или же даже парк от акционов. Один час виртуальной игры стоит 100 леев.